Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию 7 знаменитостей, побывавших в тяжелых ДТП, которые буквально родились в рубашке. Об этих знаменитых актерах и представителях шоу-бизнеса можно сказать, что они счастливчики и родились в рубашке. Побывав в тяжелых автоавариях, они остались живы и называют свое спасение просто чудом. Владимир Винокур попал в тяжелую аварию в Германии в 1992 году. Два его товарища, которые ехали с ним, скончались на месте. Винокур был в критическом состоянии. Когда он пришел в себя, врачи сообщили ему, что нужно ампутировать ногу. Об этом артист рассказывал так. «Мне искорежило сильно ноги. Немецкие врачи хотели ампутировать одну ногу. Владимир Натанович в отчаянии позвонил Иосифу Кобзону, с которым дружил более 20 лет. Кобзон договорился о переводе друга в военный госпиталь, где ему сделали сложнейшую операцию и в итоге спасли ногу. Владимир вспомнил об этой истории на похоронах Кобзона и рассказал, что позднее Иосиф Давыдович приехал в госпиталь и дал концерт для всех врачей». Екатерина Шаврина Екатерина Шаврина не справилась с управлением автомобиля и вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. ДТП произошло в районе Новой Москвы. Вместе с народной артисткой в машине ехали две ее сестры. Одна из них скончалась по дороге в больницу. К огромному сожалению, сама Шаврина получила серьезные травмы, которые потребовали долгой и сложной реабилитации. Тина Канделаки Телеведущая в 2006 году стала победительницей премии ТЭФИ в номинации «Ведущий ток-шоу» за программу «Детали». Все лауреаты были приглашены во Францию. Тина ехала в Феррари сенатора Сулеймана Керимова из аэропорта в Ниццу. Его водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Машина слетела с дороги, врезалась в дерево и загорелась. Журналистка вместе с Керимовым попала в госпиталь с множественными ожогами на лице, руках и бедрах. Сенатор пострадал больше, он прикрыл телеведущую от пламени. Керимова вертолетом доставили Марсель, а Канделаки поместили в больницу Санрош в Ницце. Позже Тина сделала две татуировки на левой руке и левом бедре, которые нанесены на место ожогов, чтобы хоть как-то их скрыть. Александра Афанасьева-Шевчук Дочь актрисы Ирины Шевчук и композитора Александра Афанасьева, как и мама, стала в будущем актрисой. В 32 года она попала в ДТП, не справилась с управлением автомобиля и врезалась в металлическое ограждение трассы. Ее доставили в клинику с открытой черепно-мозговой травмой. Александра была в коме целых 20 дней. Мама актрисы до сих пор с болью вспоминает те дни. Это была страшная автокатастрофа. Сашка была на волоске от смерти. Но, слава Богу, все закончилось хорошо. После того, как Александра пришла в себя, реабилитация заняла несколько месяцев. Алексей Воробьев В 2013 году Алексей Воробьев попал в страшное ДТП в Америке, в Лос-Анджелесе. Автомобиль актера на большой скорости врезалась машина. Алексей чудом остался жив. Его доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой. У актера случился инсульт, в результате чего парализовала левую часть тела. Алексею пришлось заново учиться жить, говорить, делать простые вещи и учиться ходить. Реабилитация заняла больше полугода. Анжелика Ворум Анжелика Ворум и Леонид Агутин, ее супруг, в 2014 году гастролировали по Сибири. На въезде в Кимерово в их Мерседес врезался Ниссан. Леонид Агутин в аварии не пострадал, а Анжелика получила травмы шеи и лица. Певица отказалась от госпитализации, но состояние ее здоровья не позволило продолжить выступление до окончания тура. Леонид Агутин выходил на сцену один, а Анжелике пришлось несколько раз вызывать врача в отель. Алексей Гришин В 2017 году актер разбился на квадроцикле со своим другом в Пушкинском районе Московской области. На большой скорости квадроцикл опрокинулся. Алексей и его друг вылетели на обочину. Прибывшие на место аварии медики доставили обоих пострадавших в больницу. Друг Алексея от полученных травм, к сожалению, скончался, а сам актер получил перелом ключицы и многочисленные ушибы. Вот такие истории могут происходить в жизни знаменитостей. Слава Богу, все живы и здоровы. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы и здоровы. Всем удачи, Божие благословения, ангелов, хранителей. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok